Добрый день! Загружать имеющиеся мощности, стремительно создавать новые, но несмотря на то, что мы выросли в прошлом году практически на 50%, как и многие другие, видно, что ограничения впереди нас так просто не снять. Это ограничения и по оборудованию, и по материалам с комплектующими. Но с этими делами мы как-то научились справляться, это наши внутренние дела. А вот основное ограничение в плане людей, оно, конечно, над нами, над всеми давлеет. И не так просто в одиночку это решить. Конечно, когда я, как и любой директор, вижу, что людей не хватает, в прошлом году мы увеличили численность с полутора тысяч до двух. Надо, конечно, гораздо больше. Первый такой условный рефлекс повысить зарплату. Было мое удивление очень далеко, когда это не сильно помогло. В отделе кадров было сказано, они говорят, нету людей. Ну, как нету? Вот у нас есть деревня Кабаново, там станция железнодорожная, и каждое утро толпы народу ездят на электрички в Москву работать. Он мне говорит, когда электрички будут пустые, значит, тогда действительно людей нет. То есть они есть. Почему они к нам не идут? И тут быстро стало понятно, что, в общем-то, это не наш контингент. Люди, которые привыкли работать уже сутки трое за 50 тысяч, они не очень-то хотят идти на завод и работать. Ну, действительно работать. И неважно, будете выплатить там 100, 150 или 200. Тогда стало понятно, что, наверное, тут уже поздно что-то менять. Надо воздействовать на их детей, сделать привлекательной для них работу на заводе. Хотя сейчас мы понимаем, что это выглядит как-то не так привлекательно, как молодежь привыкла думать, работать в офисе, в банке, еще где-то. И, да, конечно, эту картинку нарисовали медиа, любой, не знаю, комикс, стендап, будет вам рассказывать, что будете плохо учиться, пойдете заработать сварщиком на заводе. Во многом мы, промышленность, конечно, в этом сами виноваты. Если люди платили по 30 тысяч, и они света белого не видели, то не мудрено, что такой образ создался. Настало время эту картину менять, иначе молодежь никогда к нам не пойдет. Да, конечно, любой руководитель предприятия сейчас поднимает зарплату. Сильно-сильно прибавили. И, знаете, у нас по городу, если раньше ездили, там и реклама везде, каких-то магазинов, окон, еще чего-то. Сейчас каждый щит, баннер говорит, приходи, работай на завод. Все заводы в округе рекламируют. Ну, и что это реклама? Что человек молодой, который сейчас еще в школе учится, почему он должен захотеть прийти на завод? Для него даже уровень зарплаты, в принципе, сейчас ни о чем не говорит. Мне наш начальник производства сказал, ну, я говорю, что мало, давай еще поднимем. Он говорит, у меня зарплата 60 тысяч устраивает, меня на пиво хватает, жена и так любит, а у вас работать надо. Он не понимает для чего. Вот мы должны такую картину для него нарисовать, что по-другому он свою жизнь и представить не сможет. То есть это отдельное жилье. 25 лет у человека должно быть отдельно какая-то, никакая машина, независимость. То есть 35 лет это уже солидный, ну, какой-то домик, хотя бы, чтобы трое детей там могли спокойно поместиться. Одна или две машины. Это нормально доступное образование. То есть он не должен думать, как там почку продать, чтобы дать детям образование. Если он будет понимать, что, пойдя на завод, вот эта картина у него автоматически реализуется, его выбор будет вполне очевиден. Понятно, что мы же при капитализме, и эту картину можно нарисовать с учетом ипотеки, заюльных средств. Но мы вместе должны сделать, чтобы это было не утопия, чтобы это было доступно и реализуемо. Если, как бы, от слова к делу, что мы предлагаем, что вообще можно сделать, или мне как перейти от мечты к каким-то практическим шагам. Ну, наверное, я бы все-таки дал еще шанс капитализму, потому что в его человеческом представлении прибыль, она не так плохая. Если она реинвестируется в производство и делает предприятие более устойчивым, более конкурентоспособным, инновационным. Соответственно, просто налоговая политика должна быть такая, что стимулировала бы инновации, инвестиции и дестимулировала бы вывод прибыли. Вот вывод прибыли – это то, что нам не надо для развития экономики. Общество потребления, ну, люди, которые приходят на завод, они что-то не увидели все преимущества капитализма в части потребления. Поэтому давайте дадим им шанс немножко употреблять, покупать автомобили, дома. Майор лично видит, что должны в России быть одноэтажные дома, а не вот эти вот человейники. Ну, если у вас завод по какой-то причине находит в центре Москвы, пускай живут в квартирах, но большая часть заводов находится посреди какой-то деревни, поля. Почему бы там всем не построить одноэтажное жилье, я не понимаю. Поэтому, если молодой человек себе будет вот таким образом представлять жизнь, я думаю, что у нас будет очередь выстраиваться. И вот этот спрос на такой образ жизни, он затронет не только человека труда, там, завода или сельского хозяйства, но и всех вокруг, и работников образования, работников медицины. Именно те люди, которые должны составлять основу среднего класса. То, как это в здоровом обществе. Меня все спасибо. 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 Спасибо.